Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске благочестивые депутаты, упорствующие министр здравоохранения и какие-то шевеления с тарифами на электроэнергию. Долгие лета нашему хану. Не переключайте. Тарифы на электроэнергию могут быть пересмотрены. Инициатива Садыра Джапарова. Есть предложение снизить оплату до 74 тыинов и убрать лимит для малообеспеченных семей. В настоящее время насчитывается 110 тысяч малообеспеченных семей. Есть предложение снять ограничения и реализовывать по одному сому 4 тыина жителям отдаленных и горных районов с тяжелыми условиями проживания. А благополучным семьям предлагается реализовывать по одному сому 48 тыинов. Ограничения будут сняты. Однако из-за нехватки воды для этой категории предлагается в зимний период установить цену в 2 сом от 29 тыинов за потребление свыше 1000 киловатт. Это нынешняя себестоимость электроэнергии. Как красиво-то завернул. Но давайте разбираться. Звучит как снизить тарифы и снять ограничения. Что получается на самом деле? Джапаров говорит, что благополучным семьям, это я так понимаю вообще всем обычным рядовым потребителям, электроэнергия будет отпускаться по цене 1 сом 48 тыинов. А сколько сейчас платят рядовые потребители? По официальной тарифной сетке 77 тыинов за 1 киловатт в час. Садор Джапаров предлагает сделать по 1 сому 48 тыинов. То есть речь все же идет о повышении тарифов и установке лимитов. Если превысите лимит в 1000 киловатт, то будете платить уже даже не 1 сом 48 тыинов, а 2 сома 29 тыинов. А ведь еще осенью обещал не повышать тарифы. Впрочем, не первое его такое обещание, которое он так и не смог или не захотел сдержать. И к вечеру после возмущения в социальных сетях Садор Джапаров сделал ход конем. Вполне в его духе. Взял и отредактировал свой пост. Убрал слова про цену в 2 сома 29 тыинов за потребление свыше 1000 киловатт. Однако на сайте президента пока все без изменений. Про Садыра Джапарова еще скажу в этом выпуске. Ну да, коронавирус же, там настойка Аконита, Садыр Джапаров, все взаимосвязано. Вообще удивительный человек. Успел за одну неделю, да, за одну неделю и про настойку Аконита ее попиарить. И теперь про тарифы на электроэнергию. И еще кое-что будет, о чем позже скажу тоже. В общем так, коронавирус. Случай заражения 306. Выписано 161 пациент. Умерли 4 человека. И четверо отравившихся Аконитом за сутки. То есть люди отравились Аконитом и поступили в тяжелом состоянии в больнице. И министр здравоохранения говорит, это не наши, это они сами где-то раздобыли. Само ведомство говорит, мы Аконитом не лечим коронавирус, потому что в протоколах его нет. А министр говорит, что будем продолжать лечить Аконитом. Я все знаю, я так сказал, это добровольно. Со стороны пациентов. С отравлениями и с икульским корнем люди и до этого поступали. До этого лечились Аконитом. Никто не обращал на это внимания. В прошлом году, если посмотреть, сколько поступило с отравлением и с икульским корнем, они лечатся по всему Кыргызстану и никакого отношения к нашему Акониту не имеют. А запретить свободную продажу Аконита не судьба? Наказывать знахарей, занимающихся незаконной деятельностью, тоже нет? Никак? Это не мы, это оно само. И это уже даже не смешно, заявил депутат Джекарку Кенеша Дастан Бекешев. Призвал создать депутатскую комиссию и проверить, где все же варят Аконит. Кыргызстан стал мировым посмешищем. Мы должны дать этому оценку. Надо создать комиссию или дать поручение комитету. Коронавирус бушует, а наш министр рекламирует и с икульский корень. Где они его готовят? Если на самом деле в резиденции, нужно помнить, что это государственный объект. Если настойка действительно помогает, то надо им звания давать. Пусть будут докторами медицинских наук. Тогда мы будем лучшей передовой страной. Но это же не так. Не смешно на самом деле. Люди умирают, врачи молчат, боятся давления. Ну и что там по уголовным делам за лечение настойкой Аконита? Генеральный прокурор сказал, что поступило несколько заявлений следствия, переданное Министерству внутренних дел. Оно и примет решение возбуждать дело или нет? 400 человек сами добровольно выпили настойку этого корня. Никто из них не пострадал. Однако мы будем смотреть на последствия применения этого растения. А еще в Госагентство антимонопольного регулирования и управления рекламой защиты прав потребителей поступила жалоба на телеканал Аллато-24. Общественный фонд Центр развития медиа просит привлечь к ответу всех, кто допустил выход в эфир сюжета, пропагандирующего Исакульский корень и знахарей. Журналисты взяли интервью у псевдолекаря Хошима Зайналиева, которому запрещено заниматься медицинской практикой, так как его лечение ранее приводило к смерти людей. Сам канал в декабре 2018 года показывал сюжет о нем, называя его «Лекарем к лекарям». Этот новостной сюжет фактически призывает граждан использовать крайне ядовитую настойку в качестве лекарства от коронавируса, что может повлечь угрозу здоровью и жизни таких граждан. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект об открытии горной зоны на Иссыкуле, но играть будут пускать только иностранцев, а наших только работать. Ну там крупье и всякое такое. Ух, заживем, ух, поднимем. Сыкульская область уверены инициаторы Бактобек Турусбеков и Достан, который не завод Джумабеков. Ранее некоторые депутаты высказывали мнение, что лоббирует этот законопроект сам президент и его верный друг Талант Мамытов. Уважаемые коллеги, не спешите рубить проект. Мы можем убрать пункты про казино во втором чтении, но надо сначала принять концепцию. Я не могу сам принимать решения, поэтому прошу вас не спешить и поддержать нормы, которые принесут пользу. В этом нет ничего плохого. Чувствуется лобби. Коллеги говорят, что аппараты президента и правительства просят поддержать законопроект. Значит, власти хотят его протащить, и вы этому способствуете. Депутаты сначала проголосовали за этот законопроект, а потом попросили позволить им переголосовать. Потому что, внимание, священный месяц Рамазан сейчас. Ой, нехорошо это, как получилось. Сейчас священный месяц Рамазан. Просим вас поставить законопроект на переголосование. Проект надо было ставить в день обсуждения, а не оставлять на сегодня. В этом вина аппарата. Как мы сможем в глаза смотреть нашим избирателям, если допустим открытие пагубной зоны? А все, а раньше надо было, заявил спикер Талант Мамыдов. Некоторые депутаты попробовали было взмолиться, что это не они, это их рученькие, шаловливые, по ошибке не на те кнопки понажимали, а можно, пожалуйста, мы переголосуем. Можно не надо, сказал спикер. Простите, а я вот прям вот худею с этого лицемерия. То есть в любой другой месяц норм было бы, а в священный нет. Они что, думают, что их деяния только в священный месяц видны? Что только в священный месяц надо жить по совести, а в остальные месяцы можно, ну вот, как обычно, да? Печально, если так. В любом случае, что там про лобби было? Садыр Джапаров заявил, что нормальный закон в стране нужен. Это был третий момент, про который я хотела рассказать, что вот, был про тарифы на электроэнергию, настойка Аканита и теперь вот игорный бизнес. Вау. Такой прям продуктивный человек. Казино откроют не для граждан Кыргызстана, а только для иностранцев и туристов. Закон запрещает кыргызстанцам посещать казино и играть в азартные игры. Депутаты правильно поддерживают. Разве будет плохо, если деньги туристов останутся в Кыргызстане? Данная практика распространена во многих странах, в том числе и соседних. Отдельные недальновидные депутаты-популисты делают черный пиар против депутатов, которые поддерживают данный законопроект. О как! То есть, если поддерживаешь инициативу Джапарова, то молодец. А не поддерживаешь популист и черный пиарщик. Очень так непредвзято, а вот вообще нет. Ну и в числе тех, кто проголосовал за открытие игорной зоны, то есть, по сути, за азартные игры, депутат Шайлабек Атазов. Ну, у которого ранее в одну кучу смешались геи, стриптизеры, митингующие против коррупции и НПО. И все вместе они, геи, стриптизеры и противники коррупции и НПО, узурпировали кыргызскую идеологию. Ну и вот. И вот этот человек проголосовал за азартные игры. А еще сказал, что надо поддерживать даавачи, тех, кто проповедует ислам. В последнее время граждане, состоящие в религиозно-экстремистских организациях, просят прощения на камеру за содеянное и заявляют о выходе из экстремистских организаций. Не препятствуйте этому. Сейчас приходят различные проекты, пытающиеся запретить дааваты. Они же призывают совершать хорошее ради народа, ради страны. Не надо это запрещать. Сказал, что только даавачи могут поставить страну на правильный путь. И при этом проголосовал за открытие горной зоны. Что у него вообще в голове? Ножные умы Билли Миллигана? А еще он же сегодня заявил, что начислять проценты за неуплату штрафов безопасного города – харам. А нарушать не харам? А какое вообще отношение понятие харама имеет к советскому государству? А он точно осознает, что он вообще-то депутат Джигуркукинеша? Так много вопросов и ни одного ответа. Ну и депутат Ирина Карамушкина обратилась к генеральному прокурору. Ну, по другому вопросу вообще. В 2015 году при власти Джинбековой были заведены все уголовные дела, в том числе и на экс-президента Атамбаева по каташким событиям. У нас до сих пор, вы знаете, идут, как вы говорите, суды. Но вы же новый прокурор, новая власть. Неужели вот в рамках закона, если вы контролируете выполнение законов государственными органами власти и руководителями госструктур, нельзя пересмотреть все уголовные дела? Потому что я считаю, и очень многие наши граждане считают, что следственные органы провели в грубейших нарушениях следствия, и все это доказано будет рано или поздно. Что вам сегодня может быть инициировано, чтобы пересмотреть все уголовные дела? Я считаю, что это были политические заказы. Но сейчас же новая власть, у вас же есть теперь сила. Генеральный прокурор Зулушев ответил, что все должно быть в рамках закона, идет следствие. Если дела возбуждены с нарушениями, то суд оправдает подсудимых или отменит ранее принятые решения. Внезапно, не про политические ваше, суд отказал в отсрочке наказания Гульджан Пасановой, матери несовершеннолетних детей. Ее приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу 90 тысяч самов за убийство мужа. Как сказала сама, Гульджан при жизни мужа страдала, и после его смерти буду страдать. Задержали ее по подозрению в убийстве мужа в ноябре 2019-го, как говорила сама Гульджан, на протяжении всей совместной жизни она терпела систематические побои и издевательства. И когда в очередной раз он стал избивать ее, она не выдержала. Схватила железную палку и ударила его несколько раз, защищаясь. Адвокаты добивались от срочки наказания, но суд отказал. Прокурор апеллировал о тем, что у малолетнего ребенка Пасановой есть дедушка и бабушка, и они смогут присмотреть за ребенком. В связи с этим нет необходимости давать ей отстрочку, и глава судебной коллегии Оргского облсуда Маматалиев поддержал прокурора Раимкулову. Вспоминаются случаи, когда мужья избивают жен, те обращаются в милицию, а потом под давлением родственников пишут встречное заявление, просят понять и простить. Пытаются уйти, а их возвращают. Пытаются уйти, а их преследуют. И если никто не в состоянии защитить, то и самой нельзя только смириться. Я не говорю о том, что надо убивать насильников. Убивать нельзя, но может как-то надо лучше работать правоохранительным органом, чтобы не доводить до такого. Защищать тех, кто подвергается так называемому домашнему насилию, ограждать от изуверов. Закон-то ведь есть и должен работать. Ну и как-то менять уже сознание. Те, кто считает, что бить жену это нормально, и ему за это ничего не будет. Это не нормально, и за это должны наказывать и наказывать сурово. Должно защищать женщин, которые страдают от таких мужей. Я расскажу про еще один мрак. Простите, если кто-то считает, что рассказывать надо только о хорошем. Я считаю, что надо поднимать болезненные проблемы и говорить о них, потому что если замалчивать боль, то она никуда не уйдет. Итак, история из США. Женщина обратилась в милицию с заявлением, что ее 10-месячного сына выкрал отец ребенка. При этом по бумагам он не является отцом. Там прочерк в документах. А еще у мужчины две жены. Одна законная, вторая по обряду Никея, и третья, которая заявила о похищении ребенка. Третья неофициальная жена. Ох, надо подышать. Ахтунг какой-то вообще. Пришли в прокуратуру и написали жалобу на сотрудников милиции за бездействие. До этого в суде рассматривалось дело по нападению на женщину. Она дала встречное заявление, что не имеет к нему претензий с условием, что он оставит ее и ребенка в покое. Но сразу после суда он силой забрал ребенка. Через несколько дней почему-то происходит возгорание навеса в доме женщины. На последнем заседании судья сказал мне не заходить в суд в слезах. А как мне не плакать? У меня выкрали грудного ребенка. Каждый раз, когда я его забирала, кормила грудью. Каково ребенку и мне? Об этом они подумали? И как пишет Кактус Медиа, сейчас женщина снова беременна. И опасается, что и этого ребенка мужчина похитит. Да, она снова беременна от него. И погодите осуждать, говорить, что вот сама виновата, видела, куда шла, зачем шла третьей женой, зачем связала с таким человеком. Ну вот тут есть те, для кого в порядке вещей быть третьими, четвертыми, пятыми, десятыми, я не знаю, с женами без всяких прав. Их право. Ладно. Хотя дети-то страдают. Страдают. Ну вот даже если опустить всю эту историю с многоженством, что остается в сухом остатке? Женщина, мать ребенка по документам и некие мужи, которые по документам ребенку никто вообще похитивший этого ребенка. Чего тут вообще выяснять? Почему просто взять и не прикрыть эту лавочку, не взять его за жабры? Вот чего я не понимаю. И еще из разряда ужас, что вообще происходит. Ваши в частном детском саду пятилетнюю девочку избили и склоли шприцом за нежелание спать. Вот она своей странице в Инстаграме сообщила мать девочки Бегемай Гульнара Аслубековна. Часть волос вырвана. На голове ушибы, кровопотеки и ссадины. На руке следы насилия. На счетах следы проколов. В милиции Аша заявили, что факт зарегистрировали, идет расследование. Назначены все необходимые экспертизы. Уф, выдохнули. Ищем позитив. Ищем, ищем, находим позитив. Вот такая красота в 11-м микрорайоне столицы. А устроил ее сам житель этого дома. Разбил клумбы, посадил телепаны, благоустроил все полюбудес на эту красоту. Наверное, если есть такие люди, то еще не все потеряно. Побольше бы таких людей. И спасибо тому пользователю сети, которая написала об этом человеке, поделилась со всеми такой красотой. Спасибо. Всем добра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok